Меня зовут Левушин Вадислав, я учусь на четвертом курсе факультета филологии и журналистики. Сам я приехал из города Алушты. Меня зовут Анна Мария Ростецкая, мой родной город — это Евпатория. И четыре года назад, когда необходимо было выбирать, в какой город, в какой вуз поступать, такое произошло стечение обстоятельств, что я увидела сюжет о Пастраханском государственном университете, и мне просто понравилась атмосфера, которую я увидела. Мне было интересно, в реальности все-таки будет соответствовать, или как оно на самом деле. Вся сама программа учебы на журналистике, она очень хорошо спланирована и продумана. Так студенты, которые поступят на первый курс, они в основном будут учить филологию и изучать мировую литературу и отечественную. Затем уже непосредственно пойдет введение в саму профессию журналист. Теория — это одна история. Когда ты начинаешь пытаться сделать реально что-то, возникает такое огромное количество ошибок, что-то не понял, что-то не доделал. Но это самое главное, потому что ты начинаешь сам пробовать, и понимаешь, где слабые стороны, что нужно еще все-таки, чему научиться. Но самое такое классное — это когда работаешь в команде, и даже если ты сначала кого-то не понимаешь, например, вы находите общий язык, и у вас ваши идеи, они друг друга дополняют. Получается, например, что-то интересное, то, что ты сам, может быть, и не мог бы сделать. Так, например, когда мы выполняем какие-то, готовим фото, фотопроекты, или, допустим, у нас был редакторский проект «Создать номер газеты», то есть когда работала вся группа непосредственно над ним. И вот в такой работе, творческой, командной, ты начинаешь понимать на самом деле все эти теоретические знания, которые ты пытался вычитать из книг. Производственная практика у нас осуществляется с первого курса. Студенты могут проходить ее как в прессе, так и на радиотелевидении. Я проходил практику на оригинальном телеканале «Астрахань-24». Это было, конечно, не очень так легко. Но зато я вместе со съемочной командой выезжал на запись сюжета. Были некоторые неудачи. Там сразу на месте мы принимали решение, как найти выход, как правильно записать сюжет. Потом начинаются другие приключения, когда ты приезжаешь в студию, и нужно все это смонтировать, как правильно смонтировать. Смотришь со звуком, как совпадает это с видео или нет. Также у нас был проект «Школа парламентской журналистики», в рамках которого мы встречались с депутатами Астраханской думы, присутствовали на конференциях, общих собраниях. И самым интересным, наверное, стало то, что экзаменационным заданием было проведение интервью с депутатом на выбранную тему. Самое приятное – это когда ты поучаствовал в каком-то конкурсе и особо даже, может быть, не ожидал какого-то хорошего результата, и тут неожиданно тебе говорят, что ты можешь поехать в Екатеринбург, например, как нам повезло с Ладом в этом году. Когда бы у нас еще была такая возможность? То есть это самое приятное. Хотя иногда бывает, вот так рассылаешь уже работы, и думаешь, ну, повезет, не повезет. Жаль внутри, жить влачнее я, Жаль внутри, жить влачнее я, Жаль в лети, жить влачнее я, Социализация – это очень классный проект, который во многом объединяет студентов из разных курсов. Мы все стараемся, много времени уделяем тому, чтобы репетировать номера, но потом в конечном просто ставим грандиозное шоу. Вот когда огромное число студентов собираются вместе для того, чтобы спеть что-то, станцевать, прочитать стихотворения, или, ну, то есть любой способ самовыражения, и в этом участвует огромное число людей, это просто, ну, чудесные эмоции. Выбрал АГУ, потому что в нем доступное образование, прекрасные условия для реализации моей дальнейшей профессии. И я не разочаровалась. Мне понравилось то, что очень большое количество иностранных студентов, яркая, веселая студенческая жизнь, огромное количество конкурсов, проектов, которые ты можешь себя как-то реализовать. И вот если хочется быть именно журналистом, хочется быть в центре событий, то мне кажется, это как раз то, что нужно. Это как раз то, что нужно.